Большую часть 2022 года, а особенно в связи с военными успехами Украины, весь мир обсуждает возможность применения президентом России ядерного оружия. Кремлевский фюрер в своих речах неоднократно озвучивал свою готовность, в случае чего пойти на такую крайнюю меру. Причиной, по которой возможен ядерный удар со стороны России, по словам Путина, является угроза существованию и территориальной целостности РФ. В связи с этим в мире обсуждают некие красные линии, пересечение которых якобы может спровоцировать российского президента на использование тактического или стратегического ядерного оружия. Странно, что кто-то еще думает, что действия бункерного деда подчиняются логике и здравому смыслу. Вспомните причины нападения на Украину. Все ожидали какого-то казус Белли, повода хотя бы вымышленного. И что в итоге? Просто объявление специальной военной операции. И все. Так и с применением ядерного оружия. Ожидать какой-то причинно-следственной связи, которая может привести к подобному, совершенно не стоит. Хотя складывается впечатление, что Путин и сам боится подобного шага, опасаясь неизбежных последствий для себя лично. Поэтому он пока только пугает, подливая масло в огонь и закладывая собственную историко-политическую базу возможной ядерной войны. В связи с этим одним из ключевых посланий Путина аудитории является тот факт, что применение ядерного оружия однажды позволили себе Соединенные Штаты Америки в далеком 1945 году. США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент. Ну то есть, если штатам позволено, то почему же мы не можем? Такова логика и вообще основная мысль Путина. Самое любопытное, что они не то, чтобы, так сказать, могут. Они уже применяли ядерное оружие против ни в чем не повинных людей, использовав бомбу, которая была более чем в два раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Россия уже применяла ядерное оружие. Так что с Соединенными Штатами в этом смысле у России счет как минимум равный. 1-1. Почему как минимум? Потому что масштаб преступлений России против украинского народа в десятки, если не в сотни раз превышает масштаб жертв всех американских войн второй половины 20 века. Все, абсолютно все, в чем Россия обвиняет злобный Запад, уже многократно повторила сама РФ. Причем в абсолютно дьявольских масштабах и формах. Повторю еще раз. Россия уже применяла ядерное оружие. И это никакой не секрет. Я сейчас расскажу вам, о чем идет речь. Смотрите далее. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Тем самым вы поможете продвижению видео алгоритмами ютуба. Также подписывайтесь на наш телеграм и твиттер. Кроме этого не забывайте и о патреоне, где можно найти много дополнительных видео. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Зловещую тишину нарушил страшный взрыв, от которого задрожала земля. Было психологически тяжело. Накрыла волна такого одиночества и беспомощности, страха и ужаса. У меня сползла каска с головы, и я вытащил руки, чтобы ее натянуть. Этих секунд хватило, чтобы получить лучевое облучение кистей рук. Когда в небо на высоту 6 километров поднялся ядерный гриб, мы поднялись и смотрели на это чудо. Расплата за любопытство, ожог сетчатки глаз, кожи, повреждения слуха от мощной ударной волны. Техника, стоявшая до 1000 метров от эпицентра, оказалась вдавленной в землю и оплавленной. От векового леса в эпицентре ничего не осталось. Чуть дальше стояли пеньки, потом часть стволов, потом деревья со сгоревшими верхушками. В самом эпицентре в радиусе 300 метров не осталось ни одного столетнего дуба. Все сгорело. Техника в километре от взрыва была вдавлена в землю. Краем глаза успели заметить, как горят поршневые самолеты, автомобили и штабные машины. Земля напоминала шлак и некую чудовищно взбитую консистенцию. Местность после взрыва трудно было узнать. Меня окружали голые дымящиеся холмы. Стояла сплошная черная стена из дыма и пыли, смрада и гари. Сохла и першила в горле. В ушах стоял звон и шум. Вот лишь несколько воспоминаний от участников ужасных событий, произошедших 14 сентября 1954 года, когда Кремль показал свой дьявольский аппетит, использовав военных и гражданских в качестве подопытных крыс для бесчеловечного ядерного удара, разрушившего десятки тысяч жизней. Речь идет о так называемых учениях с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок», которые проводились на Тотском полигоне в Оренбургской области. Хочется отдельно отметить особый сатанинский цинизм Совдепи, назвавший военную операцию по ядерной бомбардировке ни в чем неповинных граждан нежным словом «Снежок». Это тот самый «Снежок», который пропагандист Дмитрий Киселев спустя 60 лет назовет просто и незамысловато «ядерный пепел». На Тотском полигоне от радиоактивного «Снежка» непосредственно пострадало от 50 до 100 тысяч человек, оказавшихся в зоне лучевого поражения. Данные обрывочны и разнятся, потому что, как вы понимаете, большая часть документов, о чудовищном ядерном испытании на Тотском полигоне засекречена до сих пор. Как, впрочем, засекречены и многие документы, касающиеся большинства знаковых событий. Например, Второй мировой войны и даже Октябрьской революции. Невыгодно России, правда. Представляете, насколько многого мы не знаем и насколько чудовищна эта информация, которую совсем не спешат обнародовать для широкой публики. Потому что, если сказать правду о России, окажется, что эта страна фейк, сотканная из чудовищных преступлений и не менее чудовищной лжи. Если обнародовать о России всю правду из рассекреченных архивов, она просто перестанет существовать. Поэтому многие архивы, начавшие открываться в 1990-е, уже в начале 2000-х, снова были спрятаны под семью замками личными указами кого? Правильно, бункерного фюрера. Посмотрите, как он лично лжет прямо в глаза всему миру уже два десятка лет. Причем ботоксный дед уже неоднократно был пойман на своей лжи. Вот лишь небольшая нарезка известных высказываний Путлера, который он сам же выставил ложью. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Возвращаясь к архивам, засекреченность которых позволяет сегодняшней российской государственной машине врать как угодно и перекручивать историю в своих целях. Как вы думаете, что именно в прошлом так может дискредитировать сегодняшнее российское государство, если окажется вынесено на свет? На эту тему у нас на канале есть прекрасный выпуск. Ссылку на него вы сможете найти в подсказке, описании и закрепленном комментарии. Итак, Россия уже применяла ядерное оружие. В 1954 году. Сразу отвечу возможным критикам, которые обязательно найдутся и скажут, что СССР это вовсе не Россия, и связывать тотское преступление с современной РФ некорректно. Ну, начнем с очевидного и простого. Вспоминаем, кто у нас правоприемница СССР. Правильно, Российская Федерация. А теперь отмотаем сто с лишним лет назад. Кто был правоприемницей Российской империи? СССР. Или, по сути, Советская Россия, как ее часто называли на Западе. То есть, еще раз для тех, кто в танке с буквой Z. Была Российская империя. Потом был Советский Союз. Сейчас есть, пока еще, Российская Федерация. Все эти три государственных образования являются Российской колониальной империей. Включающей территории порабощенных народов. СССР это та же самая Россия в понятии колониальной страны с титульной нацией русские. Хотя мы помним, что русские это не нация, а принадлежность к империи. И титульным русским языком. Так сказать, языком межнационального общения империи. А учитывая, что никчемный бункерный дед сейчас пытается сделать из России СССР 2.0, то и подавно очевиден знак равенства между СССР и Российской Федерацией. В середине 1950-х, как и сегодня, Кремль грезил Третьей мировой войной и отрабатывал тактические маневры. Прорыв обороны предполагаемого противника с помощью тактического ядерного удара. Место эксперимента выбрали неспроста. В Кремле считали, что ландшафты Оренбургской области почти схожи с типичными рельефами Западной Европы. Именно там якобы должен был завязаться новый мировой конфликт. Мало что изменилось с тех пор, правда? Хочу напомнить, что территория Оренбургской области – это земли, украденные у казахов еще в 18 веке. В российской истории это называлось и до сих пор называется «присоединением». Мы же видим так называемое присоединение Крыма, Луганск, Донецка, Херсона, Запорожья, которое по сути является военной оккупацией и аннексией территорий. Так и 300 лет назад русские оккупировали северные казахские земли. Ныне российский Оренбург – это казахский город Оренбург. Получается, что в 1954 году Россия сбросила ядерную бомбу на оккупированные казахские земли. То, что произошло 14 сентября 1954 года в Оренбургской области, долгие годы окружало плотная завеса секретности. В 9 часов 33 минуты над степью прогремел взрыв одной из самых мощных по тем временам ядерных бомб. Следом, в наступление мимо горящих в атомном пожаре лесов, снесенных с лица земли деревень ринулись в атаку войска, названные по легенде «Восточные». Самолеты, нанося удар по наземным целям, пересекали ножку ядерного гриба. В 10 километрах от эпицентра взрыва, в радиоактивной пыли среди расплавленного песка, держали оборону западники. Снарядов и бомб в тот день было выпущено больше, чем при штурме Берлина. Со всех участников учений была взята подписка о неразглашении государственной и военной тайны сроком на 25 лет. Военные учения на Тотском полигоне проходили под командованием маршала Георгия Жукова, носившего среди солдат советской армии прозвище «Мясник». В учениях принимали участие 45 тысяч военных, которые в принципе догадывались, чем будут заниматься, но понятия не имели о том, какими будут последствия. Невольными участниками оказались около 10 тысяч человек, проживавших в непосредственной близости к полигону. Их эвакуировали, но сразу после завершения учений позволили вернуться в пронизанные радиации дома. На учениях также задействовали 600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов и тысячи автомобилей различного предназначения. Главной целью этого атомного безумия было понять, как вести наступление и держать оборону в условиях ядерного взрыва. Также советское командование интересовало, как именно ядерный взрыв и его последствия повлияют на военную технику и местную флору и фауну. Для того, чтобы получить более точную картину влияния на животных, неподалеку от мишени, в которую должна была прилететь ядерная бомба, держали на привязи целый зоопарк зверей. Среди них были лошади, обезьяны, домашние животные, коты, собаки и даже верблюды. Грипп от ядерного взрыва поднялся на высоту 15 километров над землей. Вспыхнули пожары в нескольких близлежащих селах. Результаты тогдашнего эксперимента сразу же были засекречены и частичную правду смогли узнать только после развала СССР. Советские пропагандисты из агентства ТАСС 17 сентября 1954 года сообщили, что при испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения. Однако то, что закончилось для власти, только началось для участников учений и местных, вернувшихся в свои дома. По скромным подсчетам, кроме 45 тысяч военнослужащих, от радиоактивных последствий пострадали более 10 тысяч мирных граждан, жителей близлежащих сел и деревень. И это было только начало. 17-летняя Лидия Лебедева в тот день проходила практику в офицерской столовой на полигоне. Для защиты от радиации девушки и ее подругам посоветовали укрыться одеялом, под которым они впоследствии спали до 25 октября, когда практика на полигоне закончилась. Спустя 8 лет она родила дочь, которая была обречена. Через 3 года после нее родился сын. У него была разрушена вся эндокринная система. Так свидетельствовала Лидия Лебедева в интервью Радио Свобода. В зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза, а число врожденных аномалий выросло более чем в 1,5 раза. Онкозаболевание в Оренбургской области – вторая причина смертности населения после сердечно-сосудистых. «Все, кто получил большую дозу радиации, умерли сразу, в течение года», – говорил местный врач-онколог Владимир Барановский. «Никто даже не пытался препятствовать проникновению местных жителей на опасную территорию». «Лес этот обгорел после атомного взрыва», – рассказывает жительница Сорочинского района Валентина Сотникова. «Люди пытались еще из этого леса себе жилье строить, потому что бесхозный был лес, никому он не нужен. Люди срезали все и строили жилье. Два-три года жили в этих домах и умирали». Одна из свидетельниц этой трагедии, Светлана Фроловна Оставхева, проходила с 1960 года двухлетнюю практику в Тоцком в качестве фельдшера-лаборанта. Она навсегда запомнила, как много было людей, которые болели неизвестно чем, и которым не помогало ни одно лекарство, кроме сильного обезболивающего. Может, у них рак был, или лучевая болезнь, или еще что-то, что вызывает поражение костей, мышц, суставов и сильнейшие боли. Пошли слухи, люди стали уезжать от страха, потому что, например, был сосед Ваня, 35-летний, раз и нет Вани. В девятом классе кто-то умер, в десятом классе. Очень запомнилась одна девочка, которая в институт поступила и через месяц умерла от белокровия. Как рассказывают местные старожилы, в пострадавших от Тоцкого взрыва районах все эти почти 70 лет не проводились никакие необходимые реабилитационные мероприятия. Лишь сравнительно недавно выяснилось, что земли, где растили хлеб, пасли скот и заготавливали сено, заражены цезием-137, стронцием-90 и плутонием-240. Необходимых данных об этом нет до сих пор, потому что практически вся информация по испытанию сегодня остается закрытой. К тому же военные так или иначе препятствуют исследованиям последствий взрыва. Сегодня в зоне ядерных испытаний в 58 населенных пунктах проживает около 35 тысяч человек. За почти 70 лет ни один из них не получил реальную помощь от государства, которая компенсировала бы утраченное здоровье или потерю родственников. Это один из тысяч наглядных примеров популярного в РФ лозунга «Своих не бросаем. Россия своих бросает везде и всегда, во все времена». Первой серьезной попыткой пролить свет на последствия взрыва стала работа ученых Оренбургской области, которые в 1991 году примерно очертили границы Тотского радиоактивного следа. После того, как ученые вышли на первые конкретные и пугающие результаты, финансирование вполне ожидаемо закончилось. Вот и получается, что вопреки обвинениям бункерного фюрера Путина в адрес США о якобы созданном ими прецеденте применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаке, сама Россия уже применяла ядерное оружие, причем на территории земель порабощенного Россией народа. Казахи помнят свою историю. Однако главное, что после всех этих безумных событий, связанных с применением ядерного оружия и Штатами, и Советами, прошло уже 70 лет, и мир все это время как-то справлялся с ядерной угрозой, в том числе с помощью ООН, организации, которая по сути всегда регулировала отношения только лишь между ядерными государствами. Отсюда и это кажущееся нам несправедливым право ветосильных, которым с совершенно иезуитской издевкой в отношении неядерной Украины пользуется Российская Федерация. Однако основную свою функцию ООН выполняла десятки лет – поддержание мира между ядерными державами. Но сегодня один недалекий кремлевский дедуля решил всех переиграть и нарушить хрупкое равновесие в мире своими корявыми и несбыточными имперскими хотелками. Но его запугивание мира ядерными ударами является ничем иным, как проявлением крайней слабости на политической, дипломатической, экономической и военной арене. Это уже очевидно всем, но только необиженному посмешищу из Кремля. Россия уже проиграла, Путин уже проиграл, Москва уже утонула, а по Крымскому мосту уже бахнули. И что бы там Путин ни сделал, Москва все равно останется утонувшей, а Крымский мост – битым. Ну а сам пахан, соответственно, опущенным. Ну что еще нужно сделать, чтобы бункерный навсегда угомонился? Трезуб, что ли, над Кремлем поставить? Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!